Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и прошло лето, наступает сентябрь и в этом видео я хочу вам показать способ каким можно сушить инжир. Первым делом, чтобы получить инжир сушеный хорошего качества, надо разумеется забрать хороший инжир. Такой, какой подходит на сушке. Вот этот уже инжир, вот это, видите, он протис, мы его просто выбросим. Вот хорошая ягода, тоже мы совершенно спелый, или же чуть переспелый инжир. Вот такие, видите, уже совершенно мягкие, спелые, хорошие инжирные ягоды. Вот такая тоже годится, но она лучше ее, в принципе, использовать для варенья. Она тверденькая, крепенькая, но мы ее тоже сварим, потому что варенье мы уже сварили. Если у вас инжира много, или есть чего выбирать, то такие вот используют для варки варенья. Чуть-чуть вот твердоватый. Хорошие ягоды тоже пойдет. Срываем. Собранный инжир кладем в кастрюлю. Очень много не кладем, по максимуму 2-3 килограмма. Вот наливаем туда немного воды, полстаканчика. После чего кастрюлю ставим на плиту и накрываем крышкой. Ждем пока закипит. Вот. Начался процесс кипения. Здесь немножко мурашки, не бедненькие. Уберем их. Вот. Как, значит, закипела вода. Примерно варим минут 5, может быть чуть больше. Видно будет, когда вот сварится под крышкой. Подождем. Во время варки инжир выделяет много жидкости, которые тоже потом можно будет использовать. Еще чуть поварим и пересадим. Уже почти что готово. Так, инжир свалился. Отключаем плиту и сливаем инжир через душлаг. Вот такая сеть. Металлическая. Лучше сделать ее из нержавейки. Каркас деревянный, сеть. И вот на таких сетях лучше всего инжир сушить. Просто сначала вываливаем инжир на сетку. Он очень горячий, поэтому надо аккуратненько, нержище. Пускай пока немножко поражит и остынет. После того, как инжир остынет, надо его аккуратненько разложить, вот, чтобы экономить место на этой сетке. Разложили инжир ровным слоем. Аккуратненько. Каждый день надо будет нержи, желательно, или хотя бы через день переворачивать. Вот так вот. Чтобы сох с равномерно с обоих сторон, под солнцем. Время сушки зависит от погодных условий. Чем жарче дни, тем естественно быстрее. Вот. И на ночь желательно, даже обязательно, накрывать его полиэтиленом или целлофаном или пленкой, клеенкой. Чтоб и рассаивание мочило. Иначе время сушки инжира сильно затянется. Вот, в принципе, и все, что связано с сушкой инжира. И вот в итоге мы получаем вот такой вот сушеный инжир. Вкусный, мягкий, сладкий, хорошего качества. Хранить его лучше в мешках, сшитых из старых можно простыней. По два-три килограмма не больше в каждой мешочке. В сухих, прохладных, хорошо проветриваемых помещениях. Хранится он может до самого марта, но на самом деле я советую его съедать до Нового Года. Потому что потом он уже просто будет терять свои свойства и не такой вкусный. Итак, это был сентябрь месяц. Баку, Баку, Азербайджан, Абширон, дача в Герадыле. Спасибо за внимание. Меня зовут Николай Скеров. Приезжайте в Баку. Жидкость, которая остается после варки инжира, вы ее не выбрасываете. Собирайте в банке и храните в холодильнике, пока у вас не собирается где-то пару литров. После чего можно ее обратно вылить в кастрюлю, поставить на плиту и выпаривать до тех пор, пока объем не уменьшится примерно раза в два. Ну, может быть чуть больше или меньше, это уже зависит от опыта. Чтоб в холодном виде она была как примерно тягучее, как сгущенное молоко. И в зиму очень вкусно, скажем, утром хлеб, масло, чай. Этот сиропчик получается такой концентрированный, сладкий, вкусный и приятный. Рекомендую. Спасибо за внимание. Меня зовут Николай Скеров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok